Друзья, всем привет! В моей руке Redmi Note 10. Это совсем недавно представленный смартфон, хит-продаж, уже состоявшийся хит-продаж. Если что, ссылки в описании, быстрая доставка и, пожалуй, самая-самая лучшая цена в интернете. Лучшего не найдете, уж тем более в магазине, через дорогу, уж тем более. Я хочу поделиться с вами. Я, в общем-то, его заклеил. Заклеил не просто в пленку, а в бронь-пленку. Вот так теперь это все выглядит. Посмотрите, обратите внимание, что камеры также заклеены. То есть блок стекла, который прикрывает линзы, он также заклеен. И все это однотонно. Хотя, к слову говоря, финиши бывают разные. Вы можете выбрать и любой цвет, и любую текстуру. Допустим, подметал. Допустим, матовый, глянцевый, черный, красный, зеленый, синий. Какие угодно цвета. Более того, здесь могут быть принты. Или полностью прозрачная пленка. 360 градусов полностью обволакивать будет эта бронепленка полностью смартфон. В чем, в принципе, плюсы такого решения? Во-первых, можно носить смартфон без чехла. Абсолютно. Наслаждаться конкретно самим размером смартфона. То есть его формами. Ну и в случае, если у вас прозрачная пленка, да. И наслаждаться дизайном смартфона. Дизайном той крышки, которую вы выбрали. Цветом тем, переливом тем, может быть градиентом тем. В общем-то, все будет открыто. Хотите, не будут заклеить вот эту камеру. Нет проблем. В общем-то, давайте-ка посмотрим это поближе. Я вам покажу все это очень близкого расстояния. Я попытаюсь это все продемонстрировать. Также я сорву вот эту вот пленочку с камер, чтобы вам показать, как это будет выглядеть без нее. Ну и более того, я еще проведу небольшой краш-тест. Мы проверим эту пленку, потому как она заявлена как бронепленка. То есть она реально очень сильная, такая крепкая пленка. Ногтями точно не поцарапаешь. Но у меня рядышком монета лежит, 5-рублевая, и ключи. Обязательно сейчас проверим. Если вы хотите что-то сделать подобное, да, ссылки в описании, переходите, смотрите, там узнаете все, что вас интересует. Ну вот у меня классический такой черный цвет под кожу. Вы можете выбрать любую кожу, там хоть кожу крокодила, хоть кожу динозавра, я не знаю, хоть молодого дермантина. Нет проблем. Первое, что это можно носить без чехла смартфона, не волноваться, что он поцарапается. Это во-первых. Во-вторых, ну можно приклеить сюда полностью пленкой, обклеить, сверху одеть чехол. И опять-таки не волноваться, что какой-то абразив попадет между самим смартфоном и чехлом. И там все это дело расцарапает, будет елозить. Это тоже исключено. Ну и к тому же вы потом это все сорвете, продадите где-нибудь там на Авито, да. Намного выгоднее, чем царапанный смартфон. И сможете на эти деньги чуть-чуть добавить там апгрейд, сделать, купить более дорогой смартфон, более новую модель. Я считаю это огромный плюс такому решению. Ну и конечно же защита смартфона, а еще кастомизация. Если вы хотите выделить свой смартфон, допустим, там не знаю, золотым его сделать, фиолетовым сделать, то это хорошая кастомизация. Фотографии, принты тоже вам в помощь. Ну а теперь давайте рассмотрим это все вблизи. Обратите внимание, что при таком решении у нас защищены камеры, то есть то самое стекло, которое прикрывает линзы. Если класть вот таким образом смартфон, естественно они там не поцарапаются, в том числе. Но напоминаю, пленку эту можно также не приклеивать. Хотите, просто будет выглядеть как будто бы чехол. И наслаждаться просто оригинальным размером самого смартфона. А это, напоминаю, очень даже компактный смартфон. Ну и давайте посмотрим на отверстия. Как они сделаны. Перфорация, динамика сверху и капорт. Далее отверстия шумоподавления, также рядом. Все четко проделано. Теперь снизу. Обратите внимание, что в районе 3,5 миниджек, а также зарядки, как бы вот оставлена такая фаска, да? Специально, не до конца, не до самого края отверстия доходят. Это сделано специально. Чтобы это все дело не задиралось, будете вставлять штекер туда-обратно и не задиралась пленочка. А вот что касаемо динамика основного, тут все четко подогнано. Ну и вот у нас кнопочки, естественно, открыты. Также, по желанию, у меня лоток открытый. И даже отверстие под сим-тул имеется. Пожалуйста. В общем-то, исполнение просто на уровне. Интересное решение. Ну а теперь давайте проверим, как оно переносит царапины. И для начала я сорву вот эту вот наклейку, попробую. Так, как будут цепить ее. Пусть она... Да. И еще попробуй сорви. И она очень крепко сидит. Да ее выпаду. Я все равно поддену. Так, как же я... Слушайте, а вот это я не ожидал. Как видите, очень крепко она сидит. Если кто-то задавался вопросом, не слетит ли она просто вот сама по себе. Ага, вот поддел. Даже ногу немножко подзадрал. Так, отрываем. Заодно посмотрим, как это смотрится она изнутри. Вот таким образом она выглядит. Тут какая-то клейкая составляющая. Там приклеивают это все под температурой. Специальным станком все эти вырезы делаются. Смотрите, как это все выглядит. Достаточно интересно. Упакаю вот сюда. Ну и вот теперь вот так мы выглядим. Пишите в комментариях, как вам больше нравится. Нет, все-таки это с кадра уберу. Пишите в комментариях, какой вам вариант больше нравится. Слушайте, ну вот так вот тоже четко. Да, так больше похоже, будто бы одет чехол. Но тем не менее. Не забывайте про разные цвета, про разные решения. Ну, у меня как бы классика, да. Это черная кожа. Это классика, я считаю. Ну и вот так вот у нас выглядит, если опять-таки у макро. Я считаю, это достаточно оригинально и интересно. Это реальное решение для тех, кто не любит чехол. Вот реальное решение, друзья. На самом деле лучше, наверное, ничего нет. Опять-таки не забываем то, что можно закатать полностью вокруг этой бронепленкой. Без всяких там стекол защитных и всего такого. Ну, по крайней мере, интересно. Интересное решение. Теперь берем монету. Далее ключики. Попробуем это все дело поцарапать. Прямо на ваших глазах это все будет происходить. Вот так вот. Так, ну, слушай. По-моему. По-моему, ничего не остается. Иногда плохо камера фокусируется, потому как этот черный цвет, он постоянно так себя ведет на камеру. Серьезно? Серьезно? Так, ну ладно. Друзья, я считаю, что это самый актуальный ТЭД, потому как у нас... Что у нас обычно в карманах валяется? Либо ключи, либо мелочь. То же самое и по сумкам. Вот, пожалуйста, перед вами ключ. Он вот такой вот острый. Я сто процентов даю, что, скорее всего, у вас такие же ключи, но давайте проверим. Я надеюсь, вот этим я попробую срезать. Все здесь мне вернее получится. Да ладно. Так, ну, ясное дело, что если я возьму нож, вот конкретно ножом попробуем, но вы же нож с собой-то не таскаете. Но вряд ли. Хотя, посмотрите, что-то здесь такое летит. Все же летит, но, но визуально я вот прям вообще ничего не вижу. Вы здесь что-то видите, пишите в комментариях. Вообще, напишите, как вам само решение, нравится, не нравится. И вообще, интересно ли вам посмотреть на сам процесс, как это все приклеивается, как это все крепится. Если так, возможно, это видео появится на канале. Ну, на самом деле, ну, блин, я просто не хочу там пластиковая крышка, что-то повредить смартфон. Идеально. Надеюсь, видео вам понравилось. Имейте в виду, что вот есть такая кастомизация, в принципе, и все. Ссылка в описании, смотрите, что почем, там вся информация будет для вас под этим видео. Ну, а также ссылка в описании на сам смартфон, самая лучшая цена Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что, будет еще много интересных распаковок и видео в дальнейшем, не пропустите. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok